Всем привет, с вами Годзилла Супер, и сегодня я вам представляю топ-5 Кайдзю из не вышедших фильмов и отмененных из франшизы Годзиллы. Приятного просмотра. 5 место занимает Призрачный Годзилла. Это был беспокойный дух оригинального Годзиллы из 1954 года. Он должен появиться в фильме Годзилла против Призрачного Годзиллы, где выступал главным антагонистом. В одной из версий сценария он овладевал телом Джуниора и попытался уничтожить самого Короля Монстров. Причина его отмены проста, поскольку до этого в Хейсея были меха Годзилла и косма Годзилла, то Така Аковара просто не хотел третий раз сталкивать Годзиллу с другим себе подобным. Но как по мне, если его не отменили, то данный Кайдзю бы вызвал огромную сюжетную дыру, даже большую, чем сам Разрушитель. Во время Нью-Йоркского Комикона в 2015 году компания Фанка выпускала фигурку под названием Гост Глоу Годзилла в рамках своего проекта Фанкоу Поп. Позже Фанка выпустила Призрачного Годзиллу снова, но под проектом Фанкоу Хайкари. Всем известная вам компания Нека хотели сделать фигурку Призрачного Годзиллу, но Тоха отказались от этой идеи. Четвертое место занимает у нас сразу три монстра. Этими монстрами являются Редмунд, Эрабус и Халфун. Данные Кайдзю должны были появиться в фильме 1971 года «Годзилла против Редмуна». По сюжету отмененного сценария, Редмунд должен прилететь на Землю с Луны. Эрабус была в гибернации на острове Хабу в Экинаве, где была домом для долгоживущих гадюк, которые продлили свою жизнь благодаря красному соку, растущим из корней большого дерева, который на самом деле был хвостом Эрабуса. Позже Эрабус выходит из спячки и идет в неизвестном направлении. Военные решают, что они смогут заманить двух монстров, дабы они смогли прикончить друг другу. Но позже оказалось, что они были представителями одного вида и противоположного пола. Позже у двух монстров рождается сын по имени Халфу, который погибает от рук людей. Убитым горем Редмунд и Эрабус начинают уничтожать город, но потом приходит Годзилла и побеждает. После умоления от ребенка Годзилла щадит пару. Эрабус отправляется в море, а Редмунд улетает обратно в космос. Третье место занимает Гигамот. Данный кайдзю должен появиться в фильме 1991-1992 года под названием «Микро-супер-битва». Годзилла против Гигамота также известен вам по видеофозе Мортард, как Годзилла против Механии Конга. В этом сценарии Гигамот был существом, который появился в результате утечки радиации. Военные его ловят в попытке скрыть ситуацию. Позже Гигамот сбегает и присоединяется в трехстороннюю битву вместе с Годзиллой и Механи Конгом. Гигамот также появлялся в сценарии под названием «Годзилла против Гигамота». В этом новом варианте Гигамот был злым близнецом личинки Мотры, который был деформированным радиацией. Он сталкивался несколько раз с Годзиллой. В финале, уже на стадии Мага, Гигамот сталкивается с Мотрой, где они сливаются и из которого проявляется истинная форма Мотры. Мотра окутывает Годзиллу коконом, хватает его и ныряет в море. Хоть Гигамот был вырезан, на его основе был создан другой Кайдзю, божественный мотылёк по имени Батра, который позже появился в фильме 1992 года под названием «Годзилла против Мотры». Второе место занимает Диэтериус, также известный как Диуталиас. Данный Кайдзю, представляющий собой помесь рыбы и крысы, который изначально должен появиться в фильме 1989 года «Годзилла против Биоланты». В вырезанной сцене, Годзилла сражался с Диуталиасом вместо Супер-Х2 и первой форме Биоланты, где в конечном итоге победил и съел. Как вы знаете из моего предыдущего ролика, на сайте Тоха Кингдом была дезинформация касательно внешности Диуталиаса. Первое место занимает довольно крутой Кайдзю, чья история длилась дольше, чем у других вырезанных монстров и имя ему Баган. Баган появлялся в многих сценариях, у него было много дизайнов, которые были в конечном итоге отменены. Единственное появление Багана было в двух компьютерных играх. Этими играми были Супер-Годзилла 1993 года и Годзилла Муви Стюдио Тур 1998 года. Спустя 29 лет после его знаменитого дебюта в Супер-Годзилле, Баган появляется в кукольном веб-сериале Годзибан. А в 2023 году, в честь дня рождения Годзиллы, компания Бендай выпускает фигурку Багана.